Ещё один вопрос. Кто запретил временный брак, мутуу? Начнём с того, что некоторые суннидские учёные утверждают, что временный брак был запрещен его святой посланником Аллаха, во времена взятия хайбара, при взятии хайбара. Но, как мы обнаруживаем в суннидских в том числе преданиях, например, в «Сахих муслиме» приводится предание под номером 1406, это «Сахих муслим», в этом предании говорится о том, что сподвижники совершали временный брак, сподвижники совершали муту во время прощального паломничества. А как мы знаем, прощальное паломничество было за несколько лет до кончины его святой посланника Аллаха, там год с лишним примерно, если мне не изменяет память, конечно. То есть не более двух лет, это точно. А это означает, что если сподвижники совершали временные браки во время прощального паломничества, как сказано в этом предании «Сахих муслима» под номером 1406, то значит временный брак не был запрещен во время хайбара. И поэтому это утверждение о том, что временный брак был запрещен его светлостью, посланником Аллаха, во время взятия хайбара, оно ложное мнение. Это мнение ложное и неправильное. Ибо мы видим, что сподвижники совершали временный брак позже, во время прощального паломничества. И никаких доводов, абсолютно никаких сообщений, никаких преданий о том, что после прощального паломничества пророк, саллаллаху алейхи ва-салям, запрещал временный брак у нас нет. И сунницкие учёные, в принципе, не утверждают об этом. У них нет никаких оснований, никаких доказательств, доводов и аргументов в пользу того, что после прощального паломничества посланник Аллаха с.а.в. запретил временный брак. И даже более того, как мы обнаруживаем в Сахихе Бухарии или Сахихе Муслиме, обнаруживаем, что сподвижники совершали мутку не только во время прощального паломничества, но и после его свидетельства с посланником Аллаха с.а.в. во времена правления Абу-Бакра. И даже более того, в первую половину правления Умара. Также все сподвижники считали временный брак дозволенным. В первую половину правления Умара. Об этом говорят хадисы из, например, Сахих Муслима под номером 14.05. 14.05. Например, в одном из преданий Сахих Муслиме передаётся Джабир ибн Абдуллаха, который говорит Джабир ибн Абдуллах говорит, что мы, то есть кто мы? Мы мусульмане, мы сподвижники. Какие сподвижники? Некоторые сподвижники? Нет, все, мы все совершали муту хаджа и муту женщин, то есть мута хаджа — это объединение хаджа и Умары, а мута женщины — это временный брак. Он говорит, Джабир ибн Абдуллах, Сахих Муслим, 14.05. Говорит, что мы совершали вместе с посланником Аллаха, а потом нам запретил это делать Умар. Когда запретил? Когда пришёл к власти. Он мог запретить тогда, когда пришёл к власти. И в этом же хадисе ясно и двусмысленно об этом говорится. Джабир ибн Абдуллах говорит, «Кунна» — это тоже под номером 14.05. Джабир ибн Абдуллах говорит, что мы наслаждались, мы заключали временные браки за горсть фиников, это Сахих Муслим, за горсть фиников и муки во времена его святности посланника Аллаха, саллаллаху алейху 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 салам. «В Абибакир и во времена Абубакра хатта наха анху умар фи шани Амру ибн Ахурейс». До тех пор мы совершали временные браки, Джабир говорит, пока нам это не запретил Амру ибн Ахурейс, по поводу в случае с Амру ибн Ахурейсом, когда случился вот этот вот инцидент с Амру ибн Ахурейсом. Что это за инцидент, мы чуть попозже скажем. То есть этот хадис под номером 1405 от Джабир ибн Абдуллаха свидетельствует о том, что сподвижники, все сподвижники считали дозволенным временный брак и совершали временный брак Во времена посланника Аллаха, во времена Абу-Бакра, когда был во главе государства Абу-Бакр, и Умара до тех пор, пока в середине своего правления Умар-Блин-Хаттаб не запретил им совершать временные браки. Таким образом, мы видим, что посланник Аллаха временный брак не запрещал, и Абу-Бакр временный брак не запрещал. А запретил его именно Умар-Блин-Хаттаб. И ясное, недвусмысленное указание на это мы также обнаруживаем в достовернейших суннитских книгах. Например, в Сахихе-Бухаре приводится предание от Имрана. Имран передаёт, что Имран говорит, что мы совершали временный брак во времена посланника Аллаха, и по этому поводу был неспослан Коран. И тогда человек, то есть после посланника Аллаха, человек высказал то мнение, которое пожелал сам, он сказал своё собственное мнение. Здесь имеется в виду Умар-Блин-Хаттаб. Почему? Потому что в другом предании это же предание, то есть в Сахихе-Бухаре, это же предание в другом месте также передаётся от Имрана. И Имран уточняет, кто был этот человек. И в частности, прошу прощения, да, в хадисе не упоминается, кто этот человек был, но в толковании Ибн Хаджар Аля Аскаланы, в толковании Сахихе-Бухари, говорит об этом. То есть в толковании данного хадиса он говорит, пишет следующее. Что этим человеком, который высказал своё собственное мнение, был Умар. То есть по своему собственному мнению, согласно хадису из Сахиха-Бухари, Умар-Блин-Хаттаб запретил временный брак. Точно так же, как запретил объединение Умры с хаджем. То есть и то, и другое называется мута, да? То есть и то, и другое запретил. Как одно мута, так и другое мута. Мута хаджа и мута женщин, обе эти муты были запрещены Умар-Блин-Хаттабом, когда он пришёл к власти. И об этом ясно и недвусмысленно говорят хадисы. И эти хадисы, например, этот хадис Имрана, ясно, недвусмысленно свидетельствует о том, что Умар-Блин-Хаттаб запретил муту, полагаясь на своё собственное мнение, не на мнение священного Корана. То есть Имран говорит, что по поводу мута был неспослан аят. Был неспослан аят. Умар-Блин-Хаттаб не полагался на священный Коран, не полагался на сунну. Он полагался на своё собственное мнение. Он проигнорировал священный Коран, проигнорировал сунну посланника Аллаха, и по своему собственному мнению, по своему усмотрению запретил временный брак. И здесь имеются сообщения относительно того, почему он запретил. В некоторых преданиях говорится о том, что он запретил из-за того, что сподвижница, посланник Аллаха, по имени Умму Аракя, Умму Аракя как-то встретилась, будучи не женатой, она не была замужем, и как-то она встретилась лицом к лицу с Уммором ибн-Хаттабом. И Уммор обнаружил, что эта сподвижница, Умму Аракя, находится в положении, то есть она беременна. И Уммор удивился, почему она беременна. И Умму Аракя сказала, что у неё временный брак с таким-то таким-то человеком. И после этого случая это как-то задело Уммора ибн-Хаттаба, и он решил запретить временный брак. Предание об этом приводится в Мусаннафе ибн-Абдур-Разака, который назван ибн-Хаджаром. Ибн-Хаджар по поводу этого хадиса говорит «Бисанадин сахи», что это достоверный хадис, достоверное предание. В некоторых других преданиях говорится о том, что, например, в том же Мусаннафе ибн-Абдур-Разака говорится о том, что так же, как и мы чуть ранее прочитали, другой хадис из Сахиха, где говорилось о том, что из-за Амру ибн-Хурейса Уммор ибн-Хаттаб запретил временный брак. То есть там была такая же ситуация. Амру ибн-Хурейс заключил временный брак с некой женщиной, имя которой не упоминается. Возможно, это и была Умму Аракя. Я не знаю, то есть её имя не упоминается, потому что передатчик говорит, что я забыл её имя, с которой Амру ибн-Хурейс заключил временный брак. Это было во времена Умара ибн-Хаттаба. Что она забеременела, та женщина, с которой временный брак заключил Амру ибн-Хурейс. Возможно, это та самая Умма Аракя. И это дошла... Новость о том, что вот эта женщина забеременела, дошла до Умара. Он призвал её к себе, спросил её, и она сказала, что она заключила временный брак. И согласно этому хадису из Мусаннафа, Амру ибн-Хаттаб возражал против того, что они заключили временный брак без свидетелей. Хотя в исламе нет свидетелей для временного брака, есть свидетели для постоянного брака, но не для временного брака. Его возмутило то, что они заключили, согласно этому хадису из Мусаннафа ибн Абдуразака, его возмутило то, что они заключили временный брак без свидетелей. И он решил вообще, в принципе, запретить временный брак. Таким образом, мы к какому выводу приходим? Приходим к выводу о том, что нет никаких доводов на то, что посланник Аллаха, с.а.л. запретил временный брак. Да, дошли там предания о том, что он запретил во время Хайбара, но эти хадисы, они опровергаются тем, что сподвижники при посланник Аллах, с.а.л. и это достоверные хадисы, надёжные хадисы, совершали временный брак во время прощального паломничества, совершали временный брак и считали дозволенным, все сподвижники считали дозволенным временный брак во время правления Абу-Бакра и в первую половину правления Омара и Блинхаттаба. И именно Омар и Блинхаттаб, полагаясь на своё собственное мнение, запретил временный брак. И здесь обратите внимание, Абсолютно нет никаких разногласий. Вот здесь прошу максимальное внимание. Нет совершенно никаких разногласий между мусульманами, между суннитами и шиитами, что Омар и Блинхаттаб запретил, когда пришёл к власти, то, что разрешал Священный Коран, и разрешает Священный Коран, и разрешал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Что именно? А именно объединение хаджа и умры, которое называется тоже мута, мут-ат-уль-хаджи. То есть все мусульмане, без исключения, все суннитские учёные единогласны в том, что Омар и Блинхаттаб, когда пришёл к власти, запретил положение, которое провозглашено в Священном Коране, и которое является сунной посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Поэтому по поводу того, что Омар и Блинхаттаб запрещал коранические положения, запрещал сунной посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, никаких разногласий между мусульманами нет. И до сих пор на современном этапе сунниты считают, что мут-ат-уль-хадж, а именно объединение умры и хаджа, дозволено, является положением Корана и сунны посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Но вот по поводу ситуации с временным браком они предпочитают закрывать глаза на это. Субтитры создавал DimaTorzok